МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернувшись домой после поездок в Архангельск и Москву, кировчане подарили родным болельщикам две подряд победы в матчах против Волги и Казанского Динамо. С отчета о них мы и начнем наш выпуск. 4 тысячи болельщиков. Такую аудиторию собрал дебютный матч Родины в этом сезоне у себя на льду. Гостевой сектор тоже не пустовал. Фанаты Волги традиционно большой группой приезжают в Киров, но не каждый раз им доводится праздновать успехи любимого клуба. В последний раз в чемпионате Волга обыгрывала Родину в гостях 3 года назад. И мало что указывало на то, что она сможет снова взять три очка. Кировчане сразу обозначили доминирующее положение на поле, отгрузив ульяновцам два мяча за первые 16 минут. Один из них в сетку ворот Волги отправил Денис Садаков, которого тренеры постоянно пробуют в основном составе, и он начал оправдывать их доверие. Я даже не знаю, как это объяснить. Может, все равно это годы тренировок, и это сказывается, что, конечно, было огромное волнение, что вышел еще один на один, и еще и против лучшего уратаря. Мир одно. Так получилось, как получилось. Для Андерса Свенсона Волга второй российский клуб после двухлетнего пребывания в Казанском Динамо. Но пока с новыми партнерами по защите он никак не может найти общего языка. Вот и с Родины они не раз ставили известного шведского голкипера в неловкое положение, а точнее в безвыходное. Проиграв первый тайм со счетом 2-4, игроки Волги после перерыва продолжили совершать ошибки, наказания за которые следовали неминуемо. В 71-й минуте Родина уже выигрывала 7-2. Хочу поздравить командного хозяева с победой, поблагодарить в первую очередь болельщиков, которые приехали поддержать нас. К сожалению, мы не оправдали их надежды. Не получилось у нас зацепиться. От разгрома гости все же ушли, собравшись на концовку встречи. Итоговое 8-4 с одной стороны порадовали Игоря Загоскина, а с другой вновь навели на мысль, что его подопечные пока далеки от оптимальной формы. Поэтому с его слов у Родины в начале турнирного пути не просматривается целостного хоккея. Были какие-то проблески позиционных атак. Если все попадаем в темп, четко в пас, то и атаки получаются хорошие с окончанием. То есть есть возможность их завершать. Если же одна передержка, вторая передержка, и сбиваемся на индивидуальную игру, то хоккей показывает довольно-таки бледно. Покритиковать подопечных Игорю Загоскину пришлось и после игры с «Динамо». По счету Родиной была одержана уверенная победа. Но беспокойство за результат главному тренеру не покидало все 90 минут. Опасение вызывало даже не принципиальный характер встречи, а настрой гостей из Казани, провально начавших сезон и всеми силами стремящихся набрать первые очки в чемпионате. Когда мы сюда ехали на ночи в Киров, основная наша задача, еще раз говорю, донести до ребят, что если мы научимся играть через «Немогу», то дальше уже будет качественное изменение. Если мы этот барьер не перешагнем, то смысла никакого дальше. К условному барьеру соперник Родины сделал шаг, правда, небольшой. Желание победить у казанцев тот вечер заметил Игорь Загоскин. До перерыва игра Родины походила на предыдущую. Несколько сумбурных хоккей, минимум опасных моментов и всего два гола – Паскребышева и Евтюшина, на которые гости находили должный ответ. Перерыв, как и в матче с «Волгой», пошел кировчанам на пользу. При счете 2-2 они взвинтили темп, а «Динамо» в силу хронических проблем оказалась не готовым играть в прежнем ритме. Отсюда и два ударных отрезка, предопределившие исход поединка. Хоть Родина побеждает «Динамо» 7-4, но ее игроки получают невысокие оценки от главного тренера. Второй тайм такой был очень боевой, на каждом участке поля была борьба. Но если за второй тайм, наверное, можно поставить по игре в атаке нашей команде четверку, то по игре в обороне однозначно два. Если один игрок обыгрывал четверых, причем даже не получая мяч не на скорости, а стоя на месте, то, безусловно, все время игра и получилась так, что игра держала в напряжении. Порадовав болельщиков победами, Родина в спешном порядке выдвигается в Сибирь. С субботы по четверг ей предстоит провести три матча с Сибсельмашем, Кузбассом и Юнисеем. Хоккеисты Олимпии успехами тоже подняли настроение своим поклонникам. Под сводами Олимп-арены они, похоже, решили вспомнить лихой старт чемпионата и повторить, а может и превзойти свой рекорд – три игры без поражений. И сразу скажем, олимпийцы близки к новому достижению. Заделание сделали в поединках с Уфимским Талпаром. Этот клуб на бумаге считался фаворитом, ведь он входил до встречи с Олимпией в лидирующую тройку. Но в реальности Олимпия не стала брать в расчет высокий статус гостей и нанесла им два поражения – 3-1 и 4-3. Следом пришел черед братца за Белых Тигров – соперника, имевшего возможность потеснить Чапецкий клуб шестого места. Эту позицию наша команда сохранила, по крайней мере, до 27 ноября, когда она поедет с ответным визитом в Уфу. Олимпия переиграла Белых Тигров первой встречи 5-3. Результат второго поединка вы узнаете из выпуска «Квестей» в понедельник. На неделе хорошие новости мы получили из Старого Оскола и Польского Вроцлова. Там прошли два первенства – одно российское по тяжелой атлетике, другое – европейское подзюдо. Информацию о них мы также дополним турнирам по самбо, прошедшим уже в нашем городе. Сильнейшая на сегодня штангистка области Ксения Козина в очередной раз взошла на пьедестал первенства России. В марте на аналогичном турнире для спортсменов 97-го года рождения Кировчанка выиграла золотую медаль. Сейчас, выступая в более старшем возрасте, она улучшила тот весенний результат на 1 килограмм. Подняв в рывке штангу весом 57, а в толчке 70 килограмм, сумма двоеборья Козиной составила 127 кило, что принесло ей бронзовую награду. Кроме того, в одном из подходов Ксении была предпринята попытка выполнить норматив мастера спорта, но, к сожалению, ее придется отложить до февраля. Тогда пройдет очередное первенство России для девушек как раз возрастной группы Козиной, которой она на сегодняшний день является лидером. Воспитанница Кировской школы дзюдо Александра Бабинцева завоевала серебро на континентальном первенстве для спортсменов до 23 лет. Ученица-тренер Леонида Костина оступилась лишь в финале, не сумев обыграть соперницу из Голландии. Молодежное первенство Европы в Польше стало завершающим индивидуальным турниром официального календаря Европейского союза дзюдо. Открытое первенство общества «Динамо по самбо», посвященное памяти Алексея Собакенских, турнир ежегодный. И в этом году он совпал с юбилейной датой 55 лет основания Кировской школы самбо. Несмотря на то, что с этого года победители лишили права участвовать в принстве России, в Киров прибыли участники из четырех регионов Пермского края, Республики Крым, Удмуртия и Москвы. Схватки во всех категориях прошли в упорной и напряженной борьбе. Большинство поединков выдалось зрелищными, некоторые из них завершились в течение нескольких секунд эффектными борцовскими приемами. Как выяснилось, ими в совершенстве владели хозяева Ковров, взявшие шесть золотых медалей. Оставшиеся награды высшего достоинства отправились в Крым. На этом у меня все. Ровно через неделю в это же время мы подведем новые спортивные итоги. Болейте за наших! И до встречи на каналах России!